Всем привет! Сегодня 17 июня, среда. Сегодня будет очень насыщенный день. Сейчас у нас 11 утра. Я смотрю свадьбу Иры Белки и Андрея Нефёдова. Ем блинчик с мясом и грибами. И где-то через час я буду выходить и ехать по своим делам. Возьму его с собой и покажу вам весь день. Я до сих пор смотрю свадьбу Иры Белки и Андрея Нефёдова. Но также уже начал подготавливаться. Видите, вот одежду сейчас одену. А также я уже собрал рюкзак, потому что он мне понадобится. Я планирую пойти. Ладно, уж не буду таить. Я хочу пойти на остров, который находится на Днепре. Я там ни разу не был. И вообще я не знаю, смогу ли я туда попасть. Потому что сдалека кажется, что там можно пройти. Но если подойти именно туда, где я планирую пройти, там может быть вода и не будет моста. То есть я не знаю, попаду или нет. Но в любом случае я попытаюсь, так что вы увидите. Я сейчас одеваюсь, у меня осталось 15 минут, чтобы выйти и прийти на остановку. Так что я успеваю. Что скажете? Это штатив. Сзади рюкзак. Въехал и пропустил остановку. Теперь нужно возвращаться обратно. Это не Днепр, а Десёнка. Это ещё одна большая речка, которая находится на территории Киева. Она, кстати, очень близко к Днепру, но у неё другое название. Смотрите, вот здесь рыбасит рыбак. И тему рыбатства я поднимал, когда писал ЗНО по русскому языку. Я писал про рыбака и вообще о профессии рыбатства. Вот такая вот у нас речка. Очень грязная. А некоторые люди мне ещё и купаются. Вообще не понимают, а каким надо быть человеком, чтобы искупнуться в этой речке. Но купаются и получат от этого удовольствия. Вот здесь, смотрите, как бы полупост. И там вообще... Сейчас я буду спускаться по этой лестнице. Смотрите, вот эта штука, это как защита от повышения уровня воды в этой речке. Ого! Смотрите, я нашёл лягушку, которая застыла. И вот что с ней произошло. Тут видно две лапки, тут её голова, здесь две ноги. Вот был бы я во Франции, я бы сейчас её сошкрёб, приготовил бы и съел. Но я в Украине, поэтому просто возьму, встану и пойду дальше. В принципе, я планировал прийти вот сюда и снять видео здесь, да и просто посидеть тут. Но мне не нравится, потому что здесь, во-первых, мусорник находится, а во-вторых, какая-то штука, которую прибила речка. И вообще здесь воняет несвежестью, поэтому я не хочу здесь находиться. И я решил пойти вон туда, видите, вдаль. Там вроде бы и берег потище, и людей нет, так что идеально. В общем, я иду туда. Кстати, это штатив. Смотрите, в какую рощу я зашёл. Здесь есть только один путь, видите, по которому я иду. Здесь ездят машины, ну, вряд ли кто-то будет, кроме меня, ходить сюда пешком, потому что я иду уже более 20 минут, и, в принципе, ничего не меняется. Деревья, речка, вонь, и, в принципе, всё. Но я хочу вперёд, и я туда иду. Надеюсь, я здесь ни в каком болоте не утону, потому что, если утону, вы не увидите этот влог на канале. Чтобы прийти на вон тот островок, куда я вам показывал. Но смотрите, впереди там какое-то болото, и вряд ли я смогу пройти, потому что там речка. Сейчас что-то придумаю. Кстати, насчёт погоды. Если позавчера, ну, в прошлые дни, была температура где-то 30-35 градусов, было очень жарко, вообще прям хотелось дома сидеть, то, в принципе, и дома жарко. Но вчера и сегодня температура где-то 20-25 градусов. В общем, это очень хорошо, такая золотая середина. Моя любимая температура воздуха, которая бывает. Прям как в Лондоне. Только дождей нету, это хорошо. Я не люблю дожди, но знаю человека, который любит их. Белый песок почти как в Египте. Я подарил эту высоту. Я здесь хорошо лежал, вот. Видите, на склоне, как бы вот склон. Ну и туда дальше. Но нет, надо идти вверх. Готово. Пропал собака Люся. Если вы её видели, то звоните на номер и скажите, что я вам помог её найти. Так выглядит багаж, с которым я гуляю и снимаю новое видео. А здесь явно был пожал... Был огонь. Был. Только что спустился оттуда. Там я снял превью для нового видео, начало и концовку. А теперь предстоит длинная дорога вперёд. Вон туда-туда. Тупик. И шёл я где-то минут 20, может быть 30. И угадайте, что я нашёл. Доступ к реке. Наконец-то вон десёнка. Сейчас осталось найти нормальный пляж, там где я смогу провести съёмку. Но сейчас опять-таки надо найти этот пляж. Друзья, несколько дней назад я решил всё-таки стать ближе к вам и отвечать на ваши сообщения ВКонтакте, добавлять вас в друзья. Потому что вы добавляетесь и пишите мне, а я всё это время вас игнорировал, не добавлял. Вы мне пишите, значит, хотите получить от меня ответ. Вы добавляетесь в друзья, чтобы читать мои новости и быть возле меня. Ну что ж, я не против. Поэтому, если вы захотите что-то из этих действий сделать, я вас быстро добавлю в друзья. Только при этом приглашении в друзья я отвечу. Также отвечаю на сообщения. Задавайте любые вопросы насчёт канала, видео, групп. Я обязательно отвечу и очень быстро. Так что всё, я становлюсь частью вашей жизни. Вы смотрите мои видео, мне это приятно. Спасибо. Смотрите, всё это время я добирался к этой затоке Десёнки. Вон там, не знаю, видно вам или нет, там начинается нормальная речка. Это её просто искусственная затока. Здесь, видите, на том берегу рыбаки рыбачат, ловят рыбу. А мне нужно снова идти туда, чтобы к нормальной Десёнке прийти и снять видео. Зелёные плоды дерева. Честно, не знаю зачем, но я только что забрался на высоту дерева. Думаю, здесь высота как двухэтажный дом, но не меньше. Где-то метров 6, может быть 8 высота, потому что если посмотреть вниз, смотрите, какая высота. И когда я забирался на это дерево, я сломал две ветки. Я не знаю, как без этих двух веток я буду спускаться вниз. Это будет сложно. Смотрите, как я стою. Очень неудобно, сейчас буду спускаться. Кстати, вот какой вид отсюда. В принципе, вид не очень-таки прикольный. Я ожидал, что будет покруче. Но высота здесь реально бешеная, думаю, метров 8-9 есть. Я спустился где-то метра на полтора, теперь я чуть-чуть пониже. И я уже более устойчиво стою, то есть мне уже не больно, ничего не дает. Просто стою и нормально. Теперь же я не боюсь того, что сломается какая-то ветка, и я грохнусь вниз. Высота тут была, правда, где-то как трехэтажный дом. Забрался я сюда где-то, может, минуты за две, но очень быстро, это не очень сложно забраться. Это дерево я приметил, когда снимал видео. Мне оно понравилось, потому что сюда легко было забраться. И я все-таки залез на это дерево. Давно я не лазил по деревьям. Сейчас сделаю пару снимков и буду спускаться. Вон там уже спуск. А вот, кстати, как выглядело это дерево. Я был примерно вон на тех ветках. Дальше я залезть не смог. Вот где-то вон там у тебя был. И я спустился по этому дереву. А если посмотреть с этой стороны, то там идет склон. Вон. Ну, я спустился с дерева. Целый, невредимый, сломавший несколько веток. И все. Я, Человек-паук, хожу по склону и не падаю. Вот видите, какой тут склон, видите. В принципе, я вам уже его показывал неоднократно в сегодняшнем блоге. Вот. Но сейчас спускаюсь уже окончательно, чтобы пойти на долгожданную съемку. Я только что посидел, поиграл в карты. Два раза проиграл. Смотрите, иду-иду. Вот берег. А здесь какое-то сооружение. Я сначала подумал, что это танк. Но теперь это похоже на какой-то замок. Мини-замок. Ну, в общем, замок из песка. И еще есть несколько улиц, которые тут лежат. В общем, кто-то тут неплохо так поигрался и покоротал в свое время. Ну, в общем, мне нравится этот берег. И тут я буду записывать видео. Только что я снял новое видео. Оно выйдет в июле этого года на основном канале. Первую часть видео я снимал с такого ракурса. А второй я залазил на вот этот камень. И здесь снимал на фоне этой речки. Сейчас я уже закончил съемки. Как вы видите, я уже пришел домой. После моей прогулки возле речки Десенка я пошел в торговый центр Sky Mall. Я вам показал, успел показать. Потом в Sky Mall я сходил, поел суши и вареники с вишней. Потому что я очень люблю вареники. И как раз там есть ресторан Puzata Hata. Это украинская сеть ресторанов. И я очень люблю их вареники с вишней. Я это все не снял, потому что у меня сел телефон. А зарядного устройства у меня с собой, к сожалению, не было. Ну и сейчас я пришел домой, поставил телефон на зарядку. И могу закончить этот влог. В общем, этот день подошел к концу. Если он тебе понравился, ставь палец вверх. Подписывайся на канал Instant Studio, чтобы не пропустить новых видео, которые выходят каждую неделю на канале. Также подписывайся на мой лайв-канал Instant Studio 2. Также пиши комментарии. И главное, не забывай про пальцы вверх. Если этот влог наберет 5 пальцев вверх, я выложу новый влог на этот канал. Так что удачи вам, хорошего лета. Гуляйте и пока-пока.